Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Только о хорошем. Большой предновогодний марафон. 14.33 в Екатеринбурге, радио Комсомольская правда. Меня зовут Павел Филиппов. Мы продолжаем большой предновогодний марафон только о хорошем. У нас много музыки и много разговоров сегодня будет только о хорошем, разумеется. А мы сейчас о недвижимости поговорим. Можно, кстати, зеленый микрофон, пожалуйста, передвинем еще нашему спикеру. Да, я с удовольствием представляю в нашей студии Вегения Власова, заместителя директора по общим вопросам компании Астра, и Валерию Тарасову, директора агентства недвижимости Астра. Добрый день. Здрасте. Поближе к микрофону, пожалуйста. Отлично. Про недвижимость мы поговорим сегодня, да, с вами. Давайте попробуем. Давайте. Что было хорошего у вас, у компании Астра в этом году? Наиболее яркие проекты, возможно? Если можно, давайте о них расскажем. Ну, давайте я начну. Когда все хорошее иссякнет, Валерия меня поддержит, хотя это маловероятно, у нас много хорошего в этом году было. Это шутка. Несекаемый источник. Да. Ну, давайте о том, наверное, месте, которое, локации, которые знают все жители нашего города, это Белый парус. Такая интересная штука. У нас там порядка восьми очередей. Это вот этот кластер, который примыкает как раз набережной Верхесецкого пруда. Мы там построили, начали строить тогда первую очередь тридцатиэтажную и начали застраивать там как раз, не ошибаюсь, трафарезов, плотников. В общем, как раз, да-да-да-да, как раз и это очень штука. Интересно, потому что там же, вы знаете, идет расширение дороги на Татищево. Сейчас мы совместно с администрацией разрабатываем проект благоустройства набережной, который через весь город пройдет и через время там будет очень классное место для того, чтобы вечером наслаждаться видами. Хотя наслаждаться видами можно сейчас. И там будет порядка восьми очередей. Мы первую сдали, вторую сдали, четвертую мы строим, третью мы запустили. В каждом доме есть там свои фишки. Наша компания, в принципе, как бы старается в каждом доме, кроме того, что архитектурные особенности какие-то разные были, чтобы это была не одна разная застройка, чтобы это были доминанты архитектурные нашего города. Стараемся придумывать всякие фишки, которые, может быть, даже в нашем городе, ну, мы, по крайней мере, их начинали. Сейчас уже все стараются что-то придумать. Как общественная гостиная на тридцатом этаже, потому что, если ты купил квартиру тебе, допустим, на втором, да, и не можешь увидеть все прелести закатов, рассветов Верхъясецкого пруда, у нас там, в первую очередь, есть общественная гостиная на тридцатом этаже, которой может воспользоваться каждый. Есть балкончики в других проектах, в принципе, да, но гостиная... Балкончики, да, но если, допустим, ты купил квартиру в другую сторону, можно смотреть там куда-то, да. Поэтому в каждом нашем проекте мы стараемся делать что-то интересное, и там на перспективе очень много всего запланировано. Это как одно из наших комплексных настроек, на которые можно обратить внимание, потому что их видно. Можно рассказать, допустим, о том... РЗТ, да. РЗТ, это? Кублексное развитие территории. Это мы вышли с новым проектом на Эльмаше. Эльмаш вообще ценится, потому что это спальный район, в котором, ну, как бы люди хотят жить там, метро. Вот это мы давно хотели там начать строить. Развитая инфраструктура, в принципе. Развитая инфраструктура, есть все рядом, бассейны, транспорт, заводы, школы. Ну, и заводы, это как место работы, я это имела в виду. Жить рядом с работой, это, наверное, удобно. Евгений хочет еще слово сказать. Я просто хотел добавить, что тема КРТ, как бы жители, кто-то знает, кто-то нет, комплексное развитие территории, она новая для нашего города, новая. И, то есть, там, по-моему, три компании запустили, мы первые запустили, это все дело в старт, потому что полноценного КРТ, это когда, то есть, крупные локации расселяются, и на месте старого жилья появляются новые. Таких у нас, вот таких официальных, так скажем, мероприятий у нас не было до сих пор. И КРТ, это, по-моему, первое, которое мы стартанули в городе. Да, это для нас первое, и мы рады, что мы вышли в этом году. Вышли под Новый год, постарались порадовать жителей того района и с достаточно удачными планировками, и вообще, как бы, с самой архитектурой этого жилого комплекса. Ну, то есть, это вот одно из достижений. И у нас в этом году мы дальше осваиваем ВИЗ, осваиваем, как его назвать, цыганский, не цыганский. Частный сектор. Частный сектор, да. Улица Репина, вот теми. Расселяем частный сектор. Частный сектор расселяем для того, чтобы, ну, расширить ВИЗ и наполнить его новым жильем. Чего хочет сейчас житель, я имею в виду, вот что пользуется с Поросом, какого формата жилые объекты, квартиры? Хочет многого, да? Слушайте, да, на самом деле... За небольшие деньги. Это понятно, это всегда понятно. На самом деле, у каждого свой сценарий жизни, у каждого... Безусловно. Да, у каждого свои потребности. И сказать, что он хочет именно что-то определенного, нет возможности. То есть... То есть вам приходится строить все? Нам приходится, да, изучать рынок, понимать, что на сегодняшний день будет востребовано, и это проектировать. То есть создавать, ну, то есть если нужны там два санузла, мы стараемся в небольшой площади оборудовать квартиру двумя санузлами. Мы стараемся делать ниши для гардеробных, мы стараемся гардеробные делать сами, чтобы у людей была возможность, которые там занимаются... Создать атмосферу, да. Да, хранить там свои атрибуты. Ну вот смотрите, все равно возникает вопрос, там для многих первое самостоятельное жилье, это какая-то, ну, условно говоря, студия. Но то, что это студия, это не значит, что она должна быть маленькой, неудобной, стрёмной, другими словами, да. Можно же сделать и по-хорошему. Мы же только о хорошем говорим сегодня, хочу напомнить. То есть как-то добавить эргономики, да. Про вас? Это про вас? Это про нас, да, это про нас. Допустим, вот подход к студиям, сделать вагон, который никак не распланировать, очень легко, но очень сложно его распланировать. Мы стараемся сделать так, чтобы эта студия была с двумя окнами, чтобы человек мог отгородить своё пространство и устроить себе место для быта, для отдыха. И не потерять в инсоляции при этом ещё. Да, и при этом ещё, чтобы у него освещение квартиры было полностью, так сказать, закрывало его потребность. Вот, поэтому студия, это как первое жильё, и дать человеку возможность там оборудовать под себя, это, наверное, самое главное. Добавите что-нибудь? Ну, да, всегда могу что-нибудь добавить. Значит, я вот продолжаю отвечать на этот вопрос, наверное, кроме квартиры, просто сейчас человеку просто квартира не нужна, ему нужно, чтобы в доме было что-то, где он может проводить время, чтобы у него был классный двор, в котором он может заниматься спортом, дети могут заниматься спортом, чтобы были какие-то комьюнити общедомовые, где они могут развиваться, заниматься и взрослые, и дети. Ну, то есть, при этом они очень требовательные сейчас люди и к дизайн-проекту МОП, тех же парадных, к самой архитектуре, к качеству строительства. Поэтому от хорошего мы стараемся, да, чтобы всё это было очень достойно. Но ведь, кстати, ещё и про уровень отделки надо нам с вами напомнить, потому что ещё мы все помним недалеки те времена, когда сдавалось всё, знаете, просто серые стены, да, без ничего, что называется. И трубы торчат. И трубы, если ещё трубы торчат, да, это было очень удачно. Как сейчас? Тут такой же подход. Есть покупатели, которые хотят только с чистовой отделкой. Понятно, они продают своё жильё, и им надо куда-то переехать, и нету времени. Причём сразу, да. Причём сразу нету времени бегать по магазинам, выполнять отделочные работы, ждать эти месяца и где-то жить. То есть, а есть покупатели, которые говорят, нет, у нас у самих картинка мира, и мы хотим сами всё для себя сделать, нам так будет лучше. Поэтому объекты комфорт-класса мы предусматриваем с двумя видами отделки. Человек на этапе заключения договора может сказать, мне нужна или нет. То есть, да, если она нужна, мы ему включаем, если она не нужна, соразмерно уменьшается стоимость договора, и он, соответственно, её исключает. И сам принимает решение, какой дизайн он будет, каким дизайн он будет исполнять. Есть дома, в которых мы вообще говорим о том, что, ребят, вот мы вам стены построили, сделали их чистенькими, красивенькими, вы сами сделайте ту планировку, которую вы хотите. И они тоже востребованы, как оказалось, хотя это наш первый был эксперимент, опять же, в этом году. Вот, поэтому как и с чистовой, так и с подготовкой под чистовую квартиры востребованы. Нет универсального... А вот то самое новое определение, формат white box, белая коробка, это что? Красивое слово просто, фактически, это под чистовую. То есть, когда человек заехал, у него нет того, что может ему, условно, не понравиться, когда в чистовой, да, когда у него нет выбора, если чистовая отделка, в принципе. То он заезжает, у него все подготовлено для того, чтобы он с своими материалами, да, сделал чистовую отделку и все. Выбрал то, что ему по душе. Ну, то есть, то, что называется еще тем самым термином косметический ремонт. Нет, ну, нет, но это когда ты приехал, у тебя все готово для того, чтобы положить ламинат, поклеить обои. Удобный формат. Удобный формат. Расскажите, пожалуйста, все-таки про новый ВИЗ еще немножечко. То есть, как это будет... Особенности. Да, особенности этого. И вот насколько, потому что, ну, ВИЗ, приятный район такой, да, как вы хотите его преобразить? Ну, кроме как архитектурно, да, там есть у архитекторов свои красивые, там, высокопорные фразы о том, что это скалистый берег, там, берег условной сети, которые, там, парящие дома. Там реально классный квартал строится. Он в удобной локации находится, потому что можно уехать из города, приехать в город, как бы до центра недалеко. При этом у него интересная архитектура, у него нестандартный двор на тот момент, когда мы его начинали, да и, в принципе, сейчас у него такое благоустройство, которого нигде, на мой взгляд, по крайней мере, из готовых точно обещают. Там многие строят так, как обещают, не все. Там очень интересный двор, он разноуровневый, то есть, там с пятого, по-моему, этажа можно выйти по парящему мосту на верхнюю часть телобата, где тоже кровля эксплуатируемая, и с коляской спуститься по разным тропинкам вниз, где там есть много-много разных зон для отдыха и для спорта. И он сам по себе закрыт, и тема машин и паркинга в самом телобате, очень много там темы коммерческой, потому что там будет развита инфраструктура, кафе, там, и все необходимое. То есть, это какой дом, в котором будет все... Дома. Дома, да, потому что они будут потом идти по металлургу в сторону Викулова, там очень долгоиграющий проект. Ну и кроме этого, как мы уже говорили, он будет в том числе тоже доминантами облика, архитектурными. Может, будешь езжать, мы еще там с подсветкой красиво что-нибудь сделаем, будешь приезжать в родной город, встречать наши дома и чувствовать, что ты дома. Наши дома будут встречать приезжающих в родной город. Наши дома, да, 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 всех жителей, как маяк, на который будут путники, возвращающиеся. Прямо на въезде самый первый стоит реально яркой доминантой. Слушайте, а вот тот самый дом, я тут просто читаю, про который написано, что стоит на опорах и создается впечатление, что парит в воздухе. Это там же? Это там же, да. Это там же. Оттуда как раз эти мосты. У нас, в принципе, очень много разных интересных проектов. Мы стараемся все время делать неоднотипные проекты. И, к примеру, даже вот мы запустили проект с нестандартным названием 1.1, Double House, который недалеко от центрального стадиона, на Репино. Там просто две башни 30-этажных, которые объединены одной галереей, в которой люди могут собираться, там добрососедство, вот какие-то совместные мероприятия проводить. При этом там, и мы про как раз требования потребителя современного клиента, разный дизайн-проекты в одном доме один, в другом другой. То есть, нестандартно, там огромное количество планировок 376, если память не изменяет. То есть, мы стараемся делать что-то нестандартное, интересное, непростое, чтобы это было со всех сторон, привлекало и внимание, чтобы там было классно жить. А для чего это нестандартное? Покупатель хочет чего-то новенького, свежего. Третья улица, строители, да, вот эти все дома, в которых мы взрослели, так скажем, да, ну я, по крайней мере. Вот от этого всего хочется, чтобы это гармонировало с обликом города текущего, но при этом, чтобы обновляло его, чтобы ты, проезжая по городу и видя какие-то нестандартные объекты, как в других, да, каких-то городах, может быть, не в нашей стране, или в нашей стране каких-то, там, в Питере, в Москве, там, в Казани, к примеру. Что-то, что цепляет глаз, чтобы ты ехал, и тебе было красиво. Ну и функционально, и удобно. Но это, само собой, вот это уже требования, которыми, как говорят, потребитель Екатеринбургский, он более, как сказать, требователен, чем во многих-многих городах, потому что сейчас у нас очень-очень отрепетно мы подходим к насыщению самого объекта, кроме, конечно, архитектурных характеристик. Валерия, вопрос немаловажный. У нас грядут новогодние праздники, каникулы, да, и я знаю, что просто многие екатеринбуржцы живут, вот мы говорим про жизнь большого города, живут очень быстро, и у всех никогда не хватает времени. А тут вот можно ли будет приехать в отдел продаж, вы как-то работаете в новогодние каникулы, поговорить, посмотреть? Поговорить? Посмотреть? Да, может быть, это поговорить. Вы знаете, мы входим в положение, конечно, всех людей, которые работают там с 9 до 6, вообще у нас отдел продаж работает до 8, поэтому можно спокойно приехать в любой день, проконсультироваться, в том числе и субботу и воскресенье. Но в новогодние праздники мы, конечно же, будем работать, потому что люди устают от отдыха, в любом случае, да, начинают задумываться, когда находишься 10 дней в одном помещении, начинаешь думать, а не расширит ли это помещение. Вот, поэтому мы будем работать с 4-го числа, мы выходим на работу, поэтому можно спокойно приехать, проконсультироваться, посмотреть. До 4-го можно, да. Да, надоедать друг другу, да. Отлично, отлично. Спасибо вам большое, я напомню, что с нами сегодня Евгений Власов, заместитель директора по общим вопросам компании «Астра» и Валерия Тарасова, директор агентства недвижимости «Астра». Ну, все, тогда... Спасибо, спасибо вам, всего хорошего тоже желаю. Только о хорошем. Большой предновогодний марафон. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.